МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе встречи в неформальной обстановке за чашкой чая велось обсуждение экономического положения муниципалитета. Борис Беляев рассказал о предстоящих задачах по выводу города из монопрофильности. Именно по этим вопросам наш город курирует Алексей Изотов. Также в рамках празднования юбилея военно-патриотического клуба «Гефест» в наш город приехал начальник отдела военного комиссариата республики Андрей Пронин. Таким образом, участники встречи поговорили и о работе по патриотическому воспитанию молодежи. Гости также посетили ряд мероприятий, проходивших в нашем городе в пятницу. О них мы еще расскажем. В интервью нашему телеканалу депутаты дали высокую оценку о работе руководства нашего города, направленной на улучшение экономического состояния. Я думаю, что сами результаты, которые и по моногороду, и те условия, которые создаются для и без этих решений, создавались для привлечения инвестиций, для развития экономики, это, конечно же, говорит о том, что руководство города идет по правильному пути. И не только направление выбрало правильно, а делает все для того, чтобы экономика города развивалась, а, соответственно, подтягивала социальную сферу. Потому что мы прекрасно понимаем, без развитой экономики, промышленности, торговли невозможно представить социалку. Поэтому я только рад, что город развивается, и мы, как депутаты Госдумы, депутаты Госсобрания, конечно, сделаем многое для того, чтобы помочь руководству города в дальнейшем развитии. Ну и теперь к пятничным мероприятиям. В гимназии номер один состоялся ежегодный праздник «Гордимся славой героев». На мероприятии был дан старт новому проекту исследовательских работ, а также состоялось открытие зала славы и достижений. Мероприятие увидели и мои коллеги. Смирно! Равнение на середину! Товарищ глава администрации, военно-патриотический клуб «Виктория», гимназия номер один, имени Героя Советского Союза Николая Тимофеевича Антошкина, приветствует вас, командир отделения Ольхов Юрий. Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравия желаю, товарищ глава администрации! Гимназия номер один носит имя Героя Советского Союза Николая Тимофеевича Антошкина. В образовательном учреждении стараются быть достойными имени прославленного земляка. Поэтому патриотическому воспитанию здесь уделяется особое внимание. Результатом работы в том числе можно назвать победы военного патриотического клуба гимназии в городских, республиканских и всероссийских смотрах строя и песни. Сегодня ребята встречали почетных гостей. Мероприятие посетили глава администрации Борис Беляев, депутаты Госдумы Российской Федерации Алексей Изотов и Рамзил Ишсарин, а также начальник отдела военного комиссариата республики Андрей Пронин. Для приглашенных учащиеся подготовили концертную программу. Мероприятия ежегодные. Его целью является на примере героев России изучение истории Отечества, формирование у школьников чувства верности своей родине. Гимназисты представили музыкальные композиции. Ну и почетные гости с удовольствием посмотрели выступление по срывой подготовке ВПК «Виктория». Далее состоялось открытие зала славы и достижений. Он располагается на втором этаже образовательного учреждения. В церемонии приняли участие почетные гости. Кроме фотоматериалов и наград, здесь установили интерактивную панель. По ней можно будет ознакомиться со всей деятельностью гимназии, о достижениях педагогов и учащихся. Директор образовательного учреждения Ольга Музюкина рассказала о предстоящей работе по патриотическому воспитанию. В частности, дан старт маршу поисково-исследовательской экспедиции «Свою историю создаем сами». Также состоялась церемония вручения удостоверений курсантам, вступившим в этом году в военно-патриотический клуб. Ребята признаются, навыки, приобретенные в клубе, пригодятся им в армии. Поскольку они изучают историю, проходят строевую подготовку и большое внимание уделяют физическому развитию. Сегодня было все торжественно, красиво. Мы получили удостоверения всякие, что это уже первый подход к армии. В нашем клубе воспитываются настоящие патриоты. То есть не только любовь к родине воспитывается, а воля, сила, физическая подготовка уделяется вниманием. Своими выступлениями курсанты показали высокое мастерство. Встреча завершилась общим фото, который пополнит архив образовательного учреждения. Военно-патриотический клуб «Гефест» отметил юбилей 30 лет. 23 декабря во дворце угольщиков состоялся праздничный концерт. Под одной крышей собрались воспитанники «Гефеста» разных лет, педагоги, руководители городских предприятий и чиновники, помогавшие в становлении и развитии клуба. Клуб «Гефест» описан в истории нашего города как первый военно-патриотический клуб. Он появился в конце 80-х годов прошлого века. На сегодняшний день в клубе произошли кардинальные изменения. За 30 лет своего существования клуб прошел нелегкий путь становления. От подвала в жилом доме к полноценному клубу. За этот период времени произошло много таких хороших изменений в том отношении, что у нас существуют такие направления работы, как пауэрлифтинг, бокс, рукопашный бой, начальная военная подготовка, где непосредственно наши курсанты обучаются стройным упражнениям, учатся стрелять из пневматического ружья, из пневматического пистолета. Но также непосредственно они получают определенные знания в области военной подготовки. Сегодня военно-патриотический клуб «Гефест» – это центр патриотического воспитания до призывной подготовки молодежи к службе в армии. Уже с самых маленьких лет воспитываются защитники Отечества. Именно в таких клубах военно-патриотических первую очередь воспитывают ребят, как чувство патриотизма, чувство любви к своей Розине, готовят как физически, так и морально. И фактически ребята при отправке в вооруженные силы Российской Федерации уже идут очень подготовленные, которые позволяют более легче проходить воинскую службу и переносить тягостые воинские службы. Поэтому это большая работа, которую проводят и предприятия, и учреждения нашего города, и, конечно, в первую очередь проводят это администрация. Высокое патриотическое воспитание у наших ребят отметил и начальник отдела. По военно-патриотической работе военного комиссариата Республики Башкортостан Андрей Пронин. Военно-патриотический клуб «Гефест» является как символом города Кумертау, так же и визитной карточки Республики Башкортостан. Это они доказали на различных конкурсах, фестивалях, где занимали призовые места, где выигрывали. Их поэтому знают уже за пределами, в том числе и Республики. Военно-патриотический клуб «Гефест» победитель Республиканского фестиваля военно-патриотических клубов в 2008, 2009, 2010 и 2015 году. В 2016 году занял третье место в конкурсе победа Приволжского федерального округа в номинации «Лучший военно-патриотический клуб». Об этом неоднократно говорилось на концерте, посвященном юбилею клубу «Гефест». С 30-летием поздравил глава администрации городского округа Борис Беляев. Сегодня у нас замечательный повод поздравить тех, кто много лет работает с мальчишками и девчонками, выполняя важную миссию военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки к службе в рядах вооруженных сил России. Кроме первых лиц города, мероприятие посетили депутаты Государственной думы Российской Федерации 7-го созыва Алексей Изотов и Рамзил Ишсарин. Алексей Николаевич и Рамзил Рафаилович в качестве депутатов посещают наш город впервые. Однако почетных гостей с нашим городом связывают давние дружеские отношения. Поэтому они признались, что с удовольствием приезжают в Кумертал. Алексей Изотов же отметил кадетский класс при главе администрации. Такое он увидел впервые. Вообще такие традиции закладывались в Кумертал и в предыдущие годы, но отрадно слышать, что, например, там есть у главы свой класс, свой патриотический класс. Я вот этого не видел никогда нигде. Я видел патриотические классы, связанные с кадетством, с полицейским, МЧС, ФСБ, например. Но вот когда появляется такой класс у главы администрации, наверное, это говорит об его отношении вообще к патриотическому воспитанию детей. Буквально лет 17-18 назад, работая в Комитете по делам молодежи при правительстве Республики Башкорстан, я познакомился с патриотическим клубом «Гефест», который сегодня свое 30-летие отмечает. И вот с тех пор я абсолютно уверен, что в городе Кумертал эта работа поставлена на очень высоком уровне. В праздничный день город пополнился новыми патриотами России – молодежно-военно-патриотическое движение «Юнармия». Цель движения – возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. Уже приняли первых своих воспитанников. В понедельник мы их везем в Уфу. Там будет слет юноармейский Республики Башкорстан. Прямо со сцены члены движения произнесли торжественную клятву, после чего юноармейцы были вручены значки. Кроме всего прочего, глава администрации Борис Беляев вручил руководителю клуба сертификат на 1 миллион рублей. Эти финансы будут потрачены на благоустройство нового здания. Нас сегодня подарками одарили, поэтому мы эти подарки будем сейчас реализовывать, чтобы там ребятам было интересно заниматься, и чтобы они росли достойными нашими защитниками Родины. Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! Пусть всегда будет мама! Пусть всегда будут небо! Константин Меркушев, Айгуль Мухамедшина, Сергей Николаев, Денис Тихонов. Телекомпания «Арис». Продолжаем выпуск. В Большом зале администрации состоялось седьмое заседание Совета городского округа. Депутаты рассмотрели 10 проектов решений, в том числе итоги реализации программы по развитию культуры, прогноз социально-экономического развития, уточнение бюджета, а также решение о продаже части муниципального имущества. Более подробная информация в следующем материале. Это заключительное заседание Совета городского округа в этом году. Работу проходит при участии общественности города, руководителей предприятий и учреждений. В повестке дня седьмого заседания Совета депутатов обозначено 10 вопросов. По первой теме с информацией о реализации муниципальной программы развития культуры в городском округе выступила директор управления культуры Татьяна Лихачева. Программа принята в августе текущего года и предполагает модернизацию сферы и совершенствование материально-технической базы. Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм. Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального, федерального и республиканского бюджетов, а также за счет внебюджетных средств. Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 86 286 500 рублей. Подробную концепцию стратегии социально-экономического развития муниципалитета представила первый заместитель главы администрации Ирина Голованова. Прогноз разработан исходя из комплексного анализа производственного потенциала, социальной инфраструктуры, демографической ситуации и перспектив изменения указанных факторов. По информации, за 2016 год индекс промышленного производства ожидается в размере 85%. В прошлом году он составлял 202%. Снижение показателей объясняется падением объемов производства наградообразующим предприятиям. Это связано с сокращением объемов государственного оборонного заказа и отсутствием заказов по внутрихолдинговой кооперации. В то же время на будущие периоды ожидается рост темпов. В 2017 году темп роста объемов производства промышленной продукции по сравнению с 2016 годом в сопоставимых ценах прогнозируется в размере 224%. В том числе Кумертаусское авиационное производственное предприятие планирует темп роста объемов производства в размере 235%. В 2018-2019 годах заложен темп роста объемов производства в размере 112-119%, что выше, чем в среднем по республике. Было также обозначено, что в 2017-2019 годах в общей доле отгруженной продукции ожидается повышение доли маслозавода. Еще одним важным пунктом прогноза является объем инвестиций в городском округе. Объем инвестиций в основном капитал за счет всех источников финансирования по городскому округу за 2015 год составил 1,966,000,000 рублей. Или 141% к уровню предыдущего года. По республике темп роста объема инвестиций за прошедший год составил 100,2%. В 2016 году планируется увеличение объема инвестиций до 3 млрд. рублей. Рост инвестиций на 50% ожидается за счет реализации проекта по строительству маслоэкстримационного завода. В прогнозируемом периоде с 2017 по 2019 годы планируется реализация на территории опережающего социально-экономического развития следующих инвестиционных проектов. Окончание строительства маслоэкстримационного завода в селе Маячный, строительство двухпролетного автодорожного транспортного тоннеля по улице Карломаркса, проектирование строительства инженерных сетей новых микрорайонов Дубки, реконструкция стадиона «Шахтер», строительство детского сада в селе Маячный, открытие швейного производства, открытие хлебопекарного и кондитерского производства, создание центра палеоактивной медицины, реализация ряда других инвестиционных проектов, инвесторов, резидентов территории опережающего развития. Проект рассматривался на публичных слушаниях, в ходе которых замечаний и дополнений не поступило. Поэтому проект принят без изменений. О планируемых доходах в бюджет информацию представила заместитель главы администрации по финансовым вопросам Гульнара Гучербаева. Она отметила, что бюджет прогнозируется без дефицита. Общий объем доходов бюджета с учетом безвозмездных поступлений и ряда принятых решений по изменению законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства планируется на 2017 год в сумме 939 миллионов рублей, на 2018 год – 931,4 и на 2019 год – 935,2 миллиона рублей. Снижение общего объема доходов в 2017-2018 годах объясняется уменьшением объема межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета. Объем поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города в 2017 году определен в сумме 323,6 миллионов рублей, со снижением к утвержденному плану на 2016 год на 0,3%. В 2018 году – 346,9 миллионов рублей, и в 2019 году – 350,7 миллионов рублей. Снижение прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов в 2017 году обусловлено снижением поступлений акцизов на нефтепродукты. В ходе заседания депутаты утвердили проекты об инвестиционном климате в городском округе, о внесении изменений в структуру администрации, о мерах, направленных на снижение задолженности арендаторов муниципального имущества, о планах работы Совета на будущий год. Также рассматривался вопрос о разрешении продажи части муниципального имущества предприятия «Кристалл». Это вызвано необходимостью погашения кредиторской задолженности, долгов перед работниками и стабилизацией финансового положения предприятия. На 1 октября текущего года общая сумма кредиторской задолженности составляет 6,862,000 рублей. Данная задолженность сложилась не за один год и продолжает расти с каждым месяцем, так как предприятие не в состоянии за счет поступающей выручки покрыть текущие платежи. По данному вопросу принято положительное решение. В завершение глава администрации Борис Беляев и председатель Совета городского округа Олег Астахов поздравили собравшись с наступающим Новым годом. Педагогический звездопад под таким названием в этом году прошел конкурс на лучшего педагога нашего города. В течение всего месяца лучшие из лучших бились за это право. 19 декабря в Доме культуры «Рассвет» состоялся гала-концерт, на котором подвели итоги конкурса. Кто стал победителем, расскажет мой коллега Константин Меркушев. Педагог – это человек, профессионально занимающийся преподавательской и воспитательской работой. Это одна из важнейших профессий в наше время. У каждого человека есть или будет ребенок, и мы должны с уверенностью отдавать его в надежные руки. В декабре учителя и воспитатели показали поистине свои профессиональные качества. Каждый педагог, принявший участие в конкурсе, достоин самой высокой оценки. Конкурс завершился очень удачно. Я думаю, что каждый, кто принял в нем участие, уже победитель. С одной стороны, это работа по обобщению всего того опыта, который накоплен каждым из конкурсантов, и которым они в течение этого конкурса смогли щедро поделиться со своими коллегами и со всеми нами зрителями. На сцену вышел коллектив, от нас вам глаз не отвезти. Мы каждый день готовы в сад идти. Здесь встретят меня, милые, коллеги все красивые и дружные, батаре лебедни. И дружная батаре лебедни. Этот конкурс уже давно завоевал популярность в нашей стране. Новаторство, творчество, умение найти контакт с детьми – все это показывают педагоги. Всего в конкурсе участвовало 17 человек. Они соревновались в четырех этапах – написание эссе, занятия с детьми, мастер-класс и визитная карточка. На протяжении всего конкурса жюри наблюдали и оценивали профессионализм конкурсантов, куда входили заместители, начальник образования, методисты, старшие воспитатели и председатели правкома. Именно от них зависело звание лучшего воспитателя и учителя города. На галоконцерт педагогов пришли поддержать их близкие и коллеги по работе. Интрига сохранялась до конца мероприятия. И вот он, долгожданный момент. Под аплодисменты на сцену поочередно пригласили конкурсантов. Всем призерам и победителям вручили грамоты, памятные призы, абонемент от спонсоров и денежные вознаграждения. Победитель муниципального конкурса «Педагогический звездопад-2016» После церемонии награждения мы пообщались с участниками конкурса. Для многих результат был неожиданным. «Пока в шоке. Честное слово. Вот так неожиданно. Ну, готовились, старались, конечно, все силы приложить для этого. Не знаю, для меня на самом деле вот это такая неожиданность большая. Было трудно, но интересно. Хочу сказать большое спасибо. Большое спасибо организаторам этого конкурса, жюри за высокую оценку моей профессиональной деятельности». Кому не удалось победить в конкурсе, не отчаиваются. И через несколько лет вновь будут пробовать свои силы. «Все в этой жизни, все впереди. И я думаю, у меня еще будет такая возможность. Будем верить, надеяться». «Ну, на ваш взгляд, чего, может, не хватило для победы?» «Немного уверенности, наверное. Поэтому будем верить в себя». Город выбрал трех лучших педагогов. Теперь им предстоит представлять наш город на республиканском уровне. По словам директора казенного учреждения управления образованием Марины Геннадьевны, победители конкурса могут рассчитывать на помощь. «Безусловно, подготовиться к этому конкурсу в одиночку абсолютно невозможно. Это огромный труд всего коллектива. Я думаю, что методическая служба управления образованием окажет всю необходимую помощь при подготовке участников к республиканскому этапу». Коллектив телекомпании желает победителям успешного выступления на республиканском уровне. В городской администрации прошло заседание Координационного совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства. Участники совещания подвели итоги уходящего года и поговорили о предстоящих задачах. Расширенное заседание Координационного совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства проходит при участии бизнес-сообщества города и почетного гостя, руководителя Уральского центра мониторинга и аналитики общественной инициативы Ильяны Саитовой. Об основных итогах реализации муниципальной программы в 2016 году с отчетом выступил глава администрации Борис Беляев. Он напомнил об ожидаемом значимом событии года. Это подписание статуса территории, опережающего социально-экономическое развитие. Это позволит привлечь в город инвесторов. Мы активно готовим площадку для инвесторов. Начата работа по открытию индустриального парка в Воротыновске возле городских очистных сооружений. Площадь парка на сегодня составляет 50 гектаров, с возможностью дальнейшего расширения до 219 гектаров. Инфраструктуру парка планируется построить за счет средств фонда развития моногородок. А это порядка 750 миллионов рублей. Сегодня ведется поиск резидентов. Мы будем рады, если кто-то из наших предпринимателей станет резидентом парка и привлечет своих друзей и знакомых. Хочется отметить то, что, чтобы стать участником программы по строительству инфраструктуры за счет фонда развития моногородок, мы должны эти 50 гектаров заполнить порядка не более 25. На 40% этот пар должен быть у нас заполнен бизнесом. Только тогда выполнятся условия для того, чтобы вступить в эту программу. Еще одним важным событием уходящего года стало привлечение крупной суммы по объему софинансирования поддержки малого и среднего бизнеса. Моногород Кумертау привлек из федеральной казны 88 миллионов рублей. Из республиканского бюджета на эти цели поступило порядка 7,5 миллиона. В итоге объем поддержки превысил 95 миллионов рублей. В прошлом году эта цифра равняла 17 миллионам. Таким образом, в этом году 111 предпринимателей получили федеральную поддержку. Это позволит открыть более 230 рабочих мест. Говорили на заседании и о планируемых проектах по благоустройству территории города, развитию туризма и спорта. В частности, речь шла о переоснащении бывшего терапевтического корпуса по улице Искужина под гостиничный комплекс, реконструкции лыжероллерной трассы, строительстве ресторана. Согласно повестке дня, участники заседания рассмотрели информацию по продаже в собственность арендуемых помещений, а также итогах реализации проекта МФЦ для бизнеса. Заседание завершилось приятной миссией. За помощь в проведении праздников Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, благодарственными письмами администрации и организации мусульного города были награждены ряд предпринимателей. Далее заслуженные награды получили самые активные представители предпринимательского сообщества и участники республиканских этапов конкурсов для бизнесменов. Предприниматели – хорошая опора для развития города, ведь именно бизнесмены создают новые рабочие места. Именно для них в городе появился Центр делового развития. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Торжественное открытие межрайонного Центра делового развития, которым будут охвачены Миякинский, Стерлибашевский, Федоровский, Мелиузовский и Курегразинские районы, состояло здание РТ. На открытии Центра присутствовал глава администрации Борис Беляев и руководитель Уральского Центра мониторинга и аналитики Илья Анна Саитова. Они в торжественной обстановке разрезали красную ленту. Большой центр по-разному! Основная цель Центра – помощь в открытии собственного дела. И открытие именно в нашем городе не случайно. Выбор площадки не случайен, потому как Кумертау – город активно развивающийся и создающий очень комфортные и благоприятные условия для развития и ведения бизнеса. И в том числе это, конечно, будет сказываться не только на предпринимательском сообществе, но и на качестве жизни горожан. В числе приоритетных направлений развития региона, безусловно, в том числе и создание благоприятных, комфортных условий для ведения бизнеса. И такие центры делового развития и сопровождения – это еще один инструмент для эффективной деятельности предпринимателей на местах. Центр поможет участникам оформить свои идеи в конкретный бизнес, преодолеть барьеры к пути его создания и развития. Это хорошая возможность оценить свою идею, пообщаться с единомышленниками, получить много новой и интересной информации. Мы готовы оказать консультационные услуги как уже действующим предпринимателям, которые имеют свои проекты на сопровождении, так и начинающим предпринимателям, которые получили поддержку стартап, муниципальная программа поддержки предпринимателей, и также поиск новых людей, которые желали бы открыть свое дело. Специалисты центров будут оказывать бизнесменам помощь, юридические и бухгалтерские услуги. Любой человек может зайти в центр и получить консультацию по различным направлениям, а именно по налогу обложению, по анализу инвестиционного проекта, по технико-экономическим обоснованиям и многим другим. Кроме всего этого, помощь будет проводиться на бесплатной основе. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Помоги детям Луганска. Под таким названием в городе прошла благотворительная акция. Любой желающий мог принять участие в этом мероприятии. Помимо этого, местное отделение партии «Единая Россия» организовало и благотворительную помощь нашим горожанам. Подробности об этих акциях узнавал мой коллега Константин Меркушев. Город принял участие в благотворительной помощи. Помоги детям Луганска. Организаторами данной акции выступили региональная общественная организация «Башкирский союз ветеранов боевых действий», которая неоднократно поддерживает жителей юго-востока Украины. Местное отделение партии «Единая Россия» откликнулось на данное предложение. И совместно с казенным учреждением управления образования воплотили акцию в жизнь. Откликнулось довольно-таки много образовательных учреждений. Это школы, детские сады. Мы собрали довольно-таки большое количество продуктов питания, нескоро портящихся, одежды, игрушек, новогодних подарков. Все это было упаковано в коробки и отправлено в город Уфа. В Уфе это все попало в союз ветеранов боевых действий, а уже потом все это будет централизовано и из республики будет отправлено в Народную Луганскую республику. Активное участие благотворительной помощи приняли школы номер 3, 9, 10, 6, 1-я гимназия и Ировская школа. А также детские сады номер 10, 22, 26, 19, 15 и 24. Не остались стороне и союз юных натуралистов. На этом благотворительство не закончилось. Местное отделение партии организовало помощь и детям нашего города. По ходу проведения этой благотворительной акции мы подумали, а почему бы не провести такую акцию и у нас в городе. Все-таки у нас тоже есть семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, есть многодетные семьи, малообеспеченные семьи, которые так же, как и, наверное, взрослые дети, ждут Нового года, ждут подарков, ждут чуда. Для семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, провели новогодний утренник. Детей развлекали, проводили конкурсы, а также подарили новогодние подарки. Наше отделение вообще работает всеми многодетными, неполными, малоимущими, помогаем им любой помощью, за какой они обратятся. Ну и сегодня мы тоже хотим для них сделать такой маленький подарок, поздравить их детей с праздником, с Новым годом, с наступающим. Все мы когда-то были маленькие, верили в чудо и хотим тоже, чтобы дети маленькие верили в чудо, что бывает Дедушка Мороз, Снегурочка, приносит радость, подарки, счастье. Не только дети были в восторге от мероприятия, но и их родители не скрывали улыбки на своем лице. Ну, мы очень рады, счастливы, что нас не забывают, детишек поздравляют. Все-таки мама с бабушкой, с девушкой много внимания, тоже не могут такого уделить. На этом подобные благотворительные акции не закончатся, ведь видеть радость маленьких ребят всегда приятно. Константин Меркушев, Денис Каховский, телекомпания «Арис». Продолжаем выпуск «Ежик», «Лиса», «Зайчик» и «Медведь». Все эти лесные персонажи собрались накануне для того, чтобы поздравить ребят с наступающим Новым годом. В агентство по развитию территории были приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья на кукольный спектакль «Сказки леса». Благотворительное новогоднее представление организовали сотрудники Центра Доброй Роки и Станции юных натуралистов. Снегурочка и куклы в виде лесных зверюшек пришли в гости к ребятам и рассказали им интересные истории. Такие праздники всегда радуют детей. И в этот раз ребята с удовольствием танцевали, пели и играли вместе с персонажами сказки. Это будет наше новогоднее поздравление. И хотелось бы, пользуясь моментом, поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, благополучия семейного, уверенности в завтрашнем дне, ну и, конечно же, семейного счастья. По словам организаторов, они выбрали тему сказки леса с экологическим подтекстом для того, чтобы дети бережно относились к природе и животным. Ну и, разумеется, основной целью артистов было поднять настроение маленьким гостям развлечь их. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья, крепкого, счастья, огромного, чтобы все были внимательны друг к другу, уважали, любили, чтобы только мир и добро царили во всем мире. Веселые и заводные танцы и конкурсы по-настоящему развеселили всех приглашенных и зарядили новогодним настроением. После театрального представления все ребята получили подарки – сладости и мягкие игрушки на память о празднике. Хочу сказать большое спасибо организаторам и спонсорам этого мероприятия. Для нас, для наших детей, ведь мало мероприятий таких вот. На Новый год нас никогда не забывают кукольный цвет. Ну, в общем, это было здорово. Что-то здорово. Дед Мороз даже подарки нам подарил. Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». В необычной виртуальной реальности удалось побывать накануне самым одаренным школьникам города. Ожившие клавиатура, мышь, вирус, троян и другие персонажи устроили самый настоящий новогодний экшен в борьбе за елку и праздничное торжество. Театральное представление состоялось традиционно в Центре детского творчества. Перед началом новогоднего шоу ребят поздравила директор управления образования Марина Коротченко. Она поблагодарила школьников и их родителей за успехи и достижения. Пожелала учащимся удачи в предстоящих экзаменах. Пусть красок ярких вашу жизнь несет, раскрасив все вокруг и в будни тоже. И в школе жизнь, как в праздник, расцветет. И будет целый год для вас хорошим. С наступающим Новым годом! По сценарию программы «Виртуальный Новый год» главный герой Артем был представлен любителем компьютерных игр. Все свое свободное время он проводил за компьютером, забывая поиграть на улице с друзьями. Перед праздниками он решил купить себе новую игру. Злобный вирус троян решил воспользоваться моментом. Он заметил, что от елки идет какая-то энергия, которой люди заряжаются. Поэтому троян настроился украсть новогоднее дерево и вместе с ним проникнуть в самое сердце компьютера, системную плату. Чтобы усыпить бдительность сестры Артема Жени, злодеи вместе со своей соратницей переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Скорее, скорее, ты, хватайте елку и прячьте ее в компьютере! Героям сказки Артему и его сестре Жени пришлось войти вслед за трояном в компьютерную систему и пройти несколько сложных уровней. В этом испытании им помогали мадам-клавиатура и компьютерная мышь, а также другие ожившие виртуальные персонажи. Благодаря помощи доктора Касперского ребятам удалось пройти первый уровень. Параллельно с событиями на сцене действие развивалось на компьютерном экране. Словно герои и правда путешествовали в виртуальном мире. Яркие костюмы и талантливая игра актеров на сцене заворожили всех зрителей. Каждое происходящее сказочное событие сопровождалось забавными танцевальными номерами. На втором уровне героев сказки ожидало необычное испытание. Они должны были освободить княжну Барбару Радивилл, которую стерегли злые черные рыцари. В благодарность за освобождение княжна вручила спасителям ключ от ворот Золотого Королевства замка системной платы. И, наконец, на третьем уровне Артем с друзьями должен был принять участие в танковом сражении. Победить вражеское войско Трояна главным героям помогли небезызвестные злые птички Angry Birds. Они отвлекли противников и сбили их с толку. Под предлогом оказания помощи раненым санитары-помощники Артема связали вирусов Трояна бинтами. Когда ребята добрались до Золотой Королевы, главной системной платы, и уже планировали праздновать победу, Троян совершил очередное нападение. Хитрый злодей воспользовался идеей троянского коня, спрятав в него своих соратников. Конь был преподнесен королеве в виде подарка. И пока все радовались сюрпризу, Троян занял королевский трон. Но герои не сдавались. Помог справиться с армией вируса Артему и его друзьям Дед Мороз. Старым сказочным способом Троян и его соратники были усыплены песней. Вирусы отправились в ловушку, компьютер очистился, а виртуальное королевство Дед Мороз превратилось в снежное новогоднее царство. Раз, два, три, наша елочка горит! Субтитры создавал DimaTorzok После представления все зрители и участники программы были приглашены на праздничную дискотеку вокруг елки в фойе. Своей темой нового года мы выбрали именно тематику виртуальный Новый год, где наглядно показали ребятам, как опасно сидеть большую часть своего времени за компьютером, что нужно играть на свежем воздухе, заниматься спортом, отдыхать и просто здорово проводить время. Именно тогда и наступит исполнение желаний, наступающих в 2017 году, с которым я вас всех и поздравляю. Думаю, что эта тема очень полезная, и потому что дети не должны сидеть все время за компьютерами, они должны больше бывать на улице, на свежем воздухе, должны кататься на лыжах, уделять больше внимания спорту. Мне кажется, что в нашем городе это невразит. В 2017-м желаю всем, чтобы успехов во всем, ученикам желаю успехов в учебе. Этот год для 9-11 классов очень важен, так как экзамены. Всем крепкого счастья, здоровья и огромной удачи. Вставление очень понравилось, правда. Актеры играли очень хорошо, было очень весело. Прекрасные костюмы, придавали всю атмосферу Нового года, праздника. Хотим сказать огромное спасибо организаторам. Спасибо, что пригласили, дали такую возможность повеселиться. Так как пора сейчас экзаменов. Выдался такой вечер, когда можно просто отдохнуть и порадоваться настоящему празднику Нового года. И последнее на площади Совета сегодня состоялось открытие главной городской новогодней елки. Для горожан, помимо таинства зажжения иллюминации, зеленой красавицы, организаторы подготовили театрализованную концертную программу «Новогодний переполох» с участием творческих коллективов города Кумертау. Детали этого мероприятия расскажем уже завтра в 8 часов вечера. Я же вам желаю отличного начала новой рабочей недели и до встречи на телеканале «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова